Карантин в школах Якутска продлен. Занятия приостановлены еще на неделю. Меры приняты из-за роста заболевания населения ОРВИ и гриппом. По данным, за третью неделю января за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 13,5 тысяч человек. Таким образом, показатель заболеваемости по совокупному населению превысил недельный эпидпорог более чем в 2,5 раза. Тем временем карантин объявили в некоторых районах республики. По порядку и подробнее Нергуяна Егорова. Сегодня в администрации столицы состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где единогласным решением было принято продлить карантин для учащихся всех классов до 30 января включительно. Рост заболеваемости продолжается. Мы хотим отметить, что несколько сократилась интенсивность этого роста. То есть мы считаем, что решение, которое было принято неделю назад о введении ограничительных мероприятий, о введении карантина по школам города, оно было правильное. Заболеваемость высокая остается среди учащихся старших классов. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди школьников выросла на 33% и превысила эпидпорог два раза. Возраст от 14 лет и до 17 лет отмечается все-таки рост практически в 2,7 раза. То есть те мероприятия, которые проводятся, введены, они в общем-то необходимы. И хотелось бы сказать, что население должно знать, что во время карантина, особенно родители, они должны следить за своими детьми. Превышение эпидпорогов также отмечается и в районах. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ усложнена в 25 районах республики. В Аллаеховском Улусе в пяти школах и двух организациях дополнительного образования поселка Чакурдах объявлен карантин. По сегодняшним данным, общее число заболевших детей по району составляет 30,8%. Например, в Намском районе полностью приостановили свою деятельность все школы. И в девяти районах по одной или две школы полностью приостановили. Не по всему району, допустим, а именно в населенных пунктах, где идет заболеваемость. В основном это райцентры. Эпидемиологи рекомендуют соблюдать все меры профилактики. Родителям необходимо ограничить посещение детей в местах массового скопления людей. Ограничительные мероприятия касаются всех учреждений дополнительного образования. Следующее заседание комиссии состоится 30 января.